мы рады вас приветствовать на телеканале импакт мы говорим о творчестве о жизни в эфире программы влияние я рад представить гости нашего эфира это сергей брикса приветствую тебя дорогой приветствую гена очень приятно друзья краткая визитка сергей брикса продюсер музыкант мульти инструменталист автор и исполнитель записал уже 15 альбомов женат на ирине 32 года у их трое сыновей настоящий момент они проживают славном городе джексонвилл флорида не искренне случайно не в кгб случайно нет я шучу сергей не искренне ну просто ты так это все это ж только вступление мы облачено тебе узнаем так много интересного процессе так нужно я шучу я тебя так давно не видел да рад тебя видеть взаимно мы очень соскучились проездом оказался в сакраменто поэтому спасибо за приглашение с радостью в первую очередь мы тебя поздравляем потому что в этом году ты отпраздновал 30-летие музыкального служения твои творчества твоего служения господу искать и поздравляем от лица всех музыкантов славянских которые тебя очень сильно уважают и от лица не знаю какой аудитории слушателей которые росли передавали твои записи и евангелизировали твоими песнями поэтому искренно спасибо тебе за твое творчество за эти 30 лет благословенного служения пред господом и для народа я хочу начать наше общение с традиционного вопроса расскажи пожалуйста о семье в которой ты родился я родился в семье мама папка я и мой младший брат мой младший брат он младше меня на 7 лет его зовут андрей папа уже ушел в вечность слава богу принял господа в библии написано что спасешься ты и весь дом твой я первый покаялся в моем родстве и потихоньку так господь распространил себя как бы в моем как бы вот в моей семье ну мама как бы простые родители работали в минске папа на автозаводе мама на часовом заводе луч ты помнишь часы конечно конечно и вот так то есть все мое детство прошло в минске в белоруссии вот пока я не женился и потом как бы в процессе я уже оказался в соединенных штатах откуда у тебя такие музыкальные корни кто из твоих родственников вот передали тебе чья у тебя кровь а откуда у тебя у меня мама на кровь у тебя чья кровь кровь да у кого ты взял вот этот талант музыканта и смотри да ты же знаешь библию читаешь написано кто дает таланты дары таланты дает господь хорошо но я тебе скажу твой вопрос я понял гена если так честно разобраться в принципе у папа я не думаю что он с музыкой мама гена просто шикарно поет мама вот именно в маму то есть мама у меня маленькая такая вот вообще я высокий в папу а именно в талант мама шикарно поет я недавно выставил в инстаграме там кусочек мы с мамой мама приехала ко мне именно кухне сидим с гитарой и она поет кусочек хорошо когда вместе в общая и там просто некоторые люди тоже написали в комментах что а ну вот брикса вот вот в кого ты но если так по-человечески разобраться то конечно я более в маму из музыки но я верю в то что господь раздает таланты то есть независимые я думаю есть такие есть такие наверное случаи хотя дедушка у меня я помню рассказывали такую историю интересную это мама рассказывала дедушка григорий мой по маме он как-то с бабушкой что-то там они повздорили и он а он играл на баяне на на баяне так фирменный играл вся деревня там слушала и он короче разбил баян и все говорят тишина в деревне гриша не играет то есть три дня не было он потом собрал это все склеил и через три дня пошел играть ну видно там с бабушкой примирились там ну короче вот такой прикол потому что самый часто задаваем вопрос рожденный или приобретенным ты у тебя и приобреть ну а уже родился с талантом и приобретен как ты сказал что господь все-таки раздает таланты главное чтобы знаешь муж тоже или их развиваем или закапываем но я тебе скажу я даже не знаю принципе я видел очень много людей и она с тобой согласен много людей видел которые вот допустим вот видел одного парня он он доктор в халате в белом там снял фала халат взял гитару как начал играть у меня глаза такие такое не понял он как бы иногда сессионный музыкант но у него основная профессия он там помощник хирурга он там зарабатывает деньги ездит ну как бы ему нравится но он просто музыкант вот такой с большой буквы но видишь музыка это как бы если ты любишь как бы это то ты будешь даже независимо двигаться в этом направлении независимо сколько тебе будет она приносить прибыли через музыку понять потому что музыкантам очень сложно ты же понимаешь у меня до сих пор нету ламборджини и феррари хотя некоторые думают когда я вот концерты делаю что это много зарабатываешь на нет нет на самом деле я когда билеты начинаю продавать то есть вот в этом году у меня был тур 30 лет я делал пять концертов и некоторые там я комменты некоторые то я обычно не читаю но там был такой момент вин еды стричь капусту с вас ой настрижешь тут да а билет 15 долларов но они же не понимают что надо там покормить музыкантам заплатить музыкантам снять при аренда зала приехать билеты самолеты тикеты свет аппаратура звукорежиссеры инструменты привести покормить и все это как бы ну ладно давай не будем а в грустном это знаешь есть такая юмор next question справедливо он типа говорит музыкант говорит я записал музыкальный альбом другому друга хвастается этот говорит ну что что-то продал он говорит ну да город машину продавал чтобы записать так так само бывает и у нас вы инвестируем а уже ну как говорится подарки господь на ними будет раздавать а вспомни пожалуйста твою юность когда проявились твои способности я знаю в 16 лет уже начал что-то на чьи-то слова песни писать барабанщиком когда ты стал барабанщиком я стал уже где-то ну вот какая-то 14 14 ну и во первых я играл в доме пионеров после школы а как бы еще в школьное время я попал дом пионеров но тогда еще это были дома пионеров там были музыкальные группы я как-то сел там на барабан и мне нравятся барабаны как бы я не знаю как то получилось что я взял палочки как бы у ритм это тут у меня внутри и мама говорит я когда делал уроки все книжки раскладывал и там барабанов не было там по книжкам как по барабан это рождённая никогда не пропускал никакие свадьбы если допустим я шел и какая-то группа играет раньше же как было свадьбы на улице ты идешь там подъезд и группа какая-то игра живая за живая группа играет барабанщик сидит да и я никогда это я такой малой прибегал садился и смотрел на барабанщика никогда не пропускал музыка мне вот как захватят хотя я тебе скажу кем я хотел быть кем а мы сакер гай я футболист я профессионально играл минском торпеды центральным полузащитником и я до вас сколько лет это играл вот с 5 все-таки с 5 по где где-то с 4 по 7 класс да ты что-то еще и футболиста к я футбол центральный да я володя ермолюк пастор футболиста ты еще тоже володя хорошо играет мы с ним играли как-то классного на и и вот зрение у меня плохой меня живут очки как бы травма глаза была именно из-за этого запретил врач сказал лучше тебе там боксом ни в коем случае и ни в коем случае вот падение вот это у тебя у тебя сотрите ну очень ну нельзя ну и как-то меня сама сама жизнь перевела в эту музыку и все я пошел 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 и там какие-то там люди приглашали потом я играл в каких-то ресторанах кафе как барабанщик это мой первый инструмент и или там играл какие-то группы были какие-то песни писали как бы что-то поняли как виросы ты попадаешь и виросы я попадаю ну через знакомых меня привели там девочка юля скороход она была как раз одна из певиц потому что состав менялся основные были кто едвига поплавская александр тиханович и вот самый последний состав я пришел это уже был последний состав потом они ушли и я двигаю поплавская тиханович они как дуэтом пели а я влился два года поработал и вот это все уже как бы развалилась там василий раинчик там группы менялись я играл на барабанах не пел я играл просто туры и концерты и после этого я сделал свою группу потом я двигаю поплавская и александр тиханович они сделали как театр эстрады как пугачёва когда-то сделал просто в минске белоруссии и мы уже с группой у них работали я уже пел я уже писал с клавишником музыку мы сделали группу и и мы как бы ездили с ними на гастроли как бы можно сказать как театр эстрады и двиги поплавская тихо представляет там молодежная группа мы рефлекс назывались там еще одна московская есть там две но это не то как бы ну ты понял рефлекс александр солодухов там еще какие-то артисты работали вот так вот мы турили 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 играли ну и произошел момент когда я со своим другом зашел в автобус ты знаешь мою историю как и кстати много свидетельствуешь на да да а я рачки когда ты встретил свою возлюбленную да я привела в церковь да и когда я спросил у нее о музыке говорю какую музыку вы любите он сказал христианскую я такой убав что за музыка и вот с этого господь меня так как бы запечатлел и она вышла и через две-три недели опять большом трехмиллионном городе и опять ее встречаю то есть это уже судьба от господа и вот уже с этого момента начинается отрезок когда господь начинает прикасаться ко мне через людей через слово свое она меня привела в молитвенный дом пили особенного 40 город минск писятническая церковь и все и вот с этого момента уже моя жизнь начинает как бы поворачиваться в сторону господа и я уже как бы как бы забывая старая прости рояда простирая когда после упал пишет простираясь старая грешная вот это все как бы ну так расскажи пожалуйста как ты нашел себя в церкви после покаяния и как людям ты посоветуешь очень трудно было все-таки наши люди не я не дослушал не и как нашим людям которые музыканты которые покаялись хотят служить церкви им же какой-то там испытательный срок там через год через два только разрешат как как тебя получилось ну во первых и я пришел во первых это было девяносто второй год это как раз перестройка но все равно я же принес такое что-то новое сам музыку играл другую я понял что я начал менять эстраду что так играть нельзя надо играть вот такие песни ну конечно были я пережил очень много да я пережил очень много бывало такое что во время собрания там микрофон там не поэтому регент хора там это женщина которая была она там как бы немножко знаешь у них всегда была такая борьба эстрадой как назвали эстрадной музыки и хором все время такое вот эти там на гитарах играет а тут ну вот он бежа в хор не пришел не стал там в хоре там моя как бы давай на гитарах давай что-то там будем делать трудновато было трудновато потому что церковь такого формата вот если взять баптистские церкви и пятидесятнические церкви то ты же знаешь какой формат конечно я вышаг влево шаг вправо больше не поешь да скажет как бег скажи пожалуйста это правда что если пастор сам музыкант он очень расположен к музыкантам поэтому скорее всего там легко будет музыкантом правда ну пастор да если он левит если он любит музыку если он любит поклоняться для него поклонение прославление музыка это бы потому что написано входите во врата со славословия смотри схвалою ты в их приходишь ты же не говоришь я считаю что мы должны приходить в собрание петь от первого лица к первому господу прославлять его имя а потом мы садимся и бог нам воздает через проповедника словом божиим проповедью но хорошо когда пастор вливается в прославление и продолжает были такие моменты что ты поклоняешься богу и выходит какой-то брат и говорит а теперь давайте поклонимся богу там а мы что сейчас делали до этого шанс это сама буги-уги играли или что прикинь говорит а теперь давайте я я вообще угорал от этих моментов то есть мы играли 30 минут поклонялись господу пробивались и он просто зашел на все готово играет но теперь давайте там или или помолимся ну наконец-то мы сейчас да теперь давайте вот эти пацаны играли что-то мы сейчас будем там сейчас вот это сам но это люди которые может быть не понимаю а не настолько чувствительны да вот ты правильно сказал а чувствительные люди они зайдут аккуратно ты их не увидишь открываешь глаза он уже с тобой поклоняется и он уже в твоей команде он вместе с тобой в этом присутствии передает это людям и его не видно понимаешь ему не видно а человек который заходит на сцену он хочет чтобы увидели и умаляет то что было перед ним тогда да 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 скажи пожалуйста спасибо мы его прощаем спасибо скажи пожалуйста ты всегда говорил в своих интервью что тебя окружали хорошие музыканты я понимаю что в виросах ты что-то научился потом ты покаялся пришел церковь и вот появляется новое поколение христианских музыкантов которые которых все слушали которых везде приглашали которые участвовали во множестве евангелизации это сергей брикса это дима да уж это новый русалим алекс патлес виктор покедюк гусев ну таки и тогда что подобное вспомним может быть коротко то время какие возможности у вас появились когда пришла свобода где в эту возможность у меня свобода всегда было я жизнь из новообращенных я не знаю какая у вас свобода появилась для евангелизации это ты себе задай вопрос ты же из верующей семьи да у меня всегда свобода была я не понимал как можно как-то быть несвободным на сцене понимаешь и группа спасения и группа спасения все наши белорусы да так что поаккуратней сегодня я же сказал вчера я был в церкви у пасторе ермалюка андрею царику было 50 лет поздравляем андрей поздравляем служитель служитель более я сказал что пока я здесь в этот пару дней рулюют белорусы rules everybody wants to rules the world по поэтому ну это как бы шутка ладно но смотри ген ситуация какая естественно бог использовал нас для такого какого-то модерни низ модерни не не за конца слова да 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 ну модернизм для такого какого-то чтобы как бы немножко сдвинуть то что евангелизации нужны были да смотри и для вангелизации чтобы пойти в мир нужно было какие-то определенные песни бог призвал нас мы покаялись и мы понесли по советскому союзу вот эту вот вещь потому что все играли песни но это были люди как бы немножко не смелые они были церковные люди они в церкви пели ну и пели так как-то надо было иногда немножко ну больше хоровая музыка была больше хоровая орган такая более такая или какое-то сольное пение там сестра выходила и пела групп не было нужно было другой саунд господь говорит я хочу другой саунд другой звук другой звук другой формат и чтобы услышали и чтобы это услышала молодежь а не просто там молодежь слушает это а тут раз такой хор ну хор хорошо но надо чтобы что-то какая-то песня была какая-то такая о чем-то там там не знаю ну а текстом и ну неважно о чем но евангелизационный текст должен быть и ну как ты говоришь саунд звук формат поменял господь когда нас взял мы 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 же не меня мы менялись внутренне но музыка наша не менялась некоторые вот люди неправильно мыслят у меня в портленде был такой момент когда ко мне приходили люди и говорили так слава богу что ты пукаешься алая музыка твоя осталась неверующая я говорю окружечка вот это верующие сейчас мы попьем водички что-то какая-то я не знаю неверующая кружка понимаешь или вот эта ваза синяя кстати вы верующая зала это интервью это тебе не понравилось это же для бога пела для человека да да и вот как бы люди понимаешь как бы они какой-то формат нарисовали я им не нравится я для бога поет я на я так устал от этих разговоров когда люди говорят во первых эгоисты люди они хотят все как у них чтоб должно или то что им нравится да но не может господь же он многогранный он же делает из не могут вот прикинь все покидюки такой выходишь покидюк налево смотришь покидюк направо смотришь покидюк ну или брин ну ты понимаешь о чем я говорю конечно то есть мы любим виктора да мы его благословляем да еще и любите ну еще жизнь гена сагун еще из гудухин еще из патлис еще из группа такая-то друг группа другая и также как проповедники у всех до разные или служение различные а дух один уже почему написано уже писать читать писание нужно служение различные а дух один да ген согласен согласен давай скажем вместе служение различные а дух один ну видишь какая красота служение различных вы считаете писание даже не может быть одно служение и все под расческу расчесаны все в одинаковых рубашках все стоят и все сядься с но должны быть какие-то понимаешь мы днем мы разные люди у нас только дух один господь один спасибо вспомни фестиваль вифлеемская звезда это только у твоего части это московский кстати да и получаешь гран-при ты получаешь приз это была одна из возможностей для евангелизации по кстати ты тебя тогда что уже давай так ты ты прозвучал тебя услышали ты имеешь ввиду какой гран-при ну ты же выиграл первое место за вифлеемскую звезду нет подожди ты имеешь ввиду машину когда да нет так это было не вифлеемская звезда фестиваль это было просто фестиваль в минске спасибо ты поправил ну да да это был рождественский концерт хорошо и в этом концерте где были сябры и оркестр финберга я принимал участие и да я первый христианин христианином девяносто третьем году пригласили это пригласили меня после того когда я уже покаялся и где-то там люди говорят брикса был и умер там ушел в секту а я записал песню нападу по радио звучало и одна знакомая позвонил говорит сереже это ты поешь да давай мы тебя с этой песней пригласим на программу я говорю что за про ну рождественская программа и все и вот там я выиграл первое место и мне дали автомобиль skoda как же приятно слушайте это был не христианский конечно концерт как я уже слышал от это был концерт назывался фавориты года фавориты года тебя приглашают уже как христианин как христианин ты там проповедуешь поешь христианский псалом еще как честно вас там судили я вам не проповедовал только пел только пел песни про не надо да ты получаешь подарок но это какой-то этим это хочу это какой-то знак от господа что ты должен продолжать это делать потому что это признание не только неверующего еще для славы господа ты должен трудиться следующий вопрос я хочу сказать я считаю что портланд все-таки является одним из христианская славянская музыкальная столица портланд так много у вас состоялось там музыкантов портланде и один из людей которые уже в вечности он очень много на тебя тебе помогал это сергей рудницкий вспомни что это был за человек и и расскажи о группе фривей суперчеловека сережа это он был мне даже не верится когда я говорю слово был 50 ему было да нет нет писать 6 все 66 57 ему это сейчас бы было на 2 мая шестьдесят два года уже да сколько прошло времени это около пяти лет на четыре ну сергей это такой уникальный человек он сам тракист в траковом бизнесе который полюбит музыку и он очень жертвенный человек был он много помог организовал группу фривей игорь тарадуда сергей игнатов и я там была вот такая вот три как бы белорус украинец и русский и сережка он сыграть я не украинец я поляк ну пан рудницкий рудницкий как бы такая ближе польская фамилия наверное ну да вот к сожалению от ковида он умер ушел но с большим сердцем человек который много сделал для фестиваля мосты любви и также для нас ли евангелизации в украине он много пригласил открыл визу чтобы да 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 христианские исполнители приехали сюда потому что их творчество слушали диски покупали а или там скачивали или как но чтобы так они приехали поучаствовали их еще благословили помог благодаря рудницкого многие люди приехали игороды приехал и другие на изображения гудухин и другие то есть те которые смогли приехать благодаря сереже а группа фривей она звучала как мы у нас музыканты говорят фирменная музыка то есть настолько все качественно сколько все было отличалось вспомнить тот момент как как вы смогли записать и всего почему-то один альбом да ну вы понимаешь как получается мы уже были как бы каждый человек вот состоявший состоявшийся как личности творческие единицы и когда мы собрались вместе мы поняли что я там буду свои песни петь игорь будет на украинском языке петь и сергей там не важно гитаристы сергей игнатов и ну такая интернациональная команда была потому что как бы не было же знаешь сегодня немножко сложно это сделать потому что в связи с войной и ситуации россии и украины много что изменилось много что изменил где вы записывали альбом мы записывали в портленде в американской студии в американской студии даже очень дорого серёжа рудницкий это все оплачивал да и потом также он оплатил проспонсировал альбом сибирь миссая песни помнишь записали сергей игнатов записал да я как раз уехал в беларуси и потом девяносто девятом году опять вернулся и уже как бы вот продолжали мы место ну к сожалению сегодня этой группы нет как говорится поразил пастыря и разбежались получается что сергей он был как меценатом вот этого всего движения мы были более мозги музыкальные как бы и творческие а серёжа как говорится из кармана всегда доставал большой доллар и но это он все дело для господа он хотел служить он говорит я хочу цель была такая что я хочу чтобы музыка двигалась христианская была на уровне качество чтобы вот как-то все он очень поддерживал чтобы это было на уровне потому что если мы несем в мир как бы проповедь евангелия через музыку то какая должна музыка если мы внесем проповедь через живопись то какая должна живность если мы несем господа через поэзию гена то какая должна быть поэзии если мы несем господа через нашу жизнь друзья то какая должна быть жизнь проект мосты любви марк базарлив то есть он заключался в том чтобы все-таки собрать христианских исполнителей дать им возможность спеть что или разогнать почему разогнать вы до сих пор поете ну да не конечно марк маркуша это мой друг я очень часто вижу в связи с тем что я живу сейчас во флориде джексон вилл там пять часов езды я сажусь на машину мы с женой садимся едем к нему в гости он живет чикаго но норпорте как офис вот эта духовная дипломатия мы общаемся дружим я не знаю у него какие-то идеи были по поводу мостов любви в сакраменто кстати сделать фестиваль мосты любви именно сделать фестиваль ну видишь рудницкий надо еще чтобы был рудницкий там появляются какие-то люди но они как бы там своими какими-то делами занимаются а вот сделать это вообще не за ваших сакрамента вообще я считаю всегда считал что это славянская столица и сейчас еще сведи в связи с иммигрантами с беженцами столько много людей я смотрю в церквях добавились люди и да да это правда и можешь порадовать нас одними с палом друзья мы из канорада сегодня имеем эфир автор исполнитель музыкант сергей брикса в прямом эфире и мы с удовольствием общаемся о его жизни его творчестве сегодня мы говорим что в этом году он отметил 30 лет творческой жизни и служение господом о чем ты хоть спеть я кусочек свою только ты только ты неизменный господь знаешь все мои жизни пути ты подскажи как дальше идти только ты только ты только ты неизменный господь на кресте за меня кровь пролил свою любовь ты мне подарил лишь на тебя день ото дня я уповаю вечность близка ты мой господь надежда моя только ты только ты ты неизменный господь и Sanska 10 6 и неизменный господь на кресте за меня кровь пролил свою любовь Ты мне подарил Только ты Только ты Только ты Спасибо огромное, друзья. Для вас вживую Сергей Брикса на телеканале «Импакт». Это же салон вместе с группой «Фривей» вы записали. Да, это моя песня. В том альбоме мы записывали в то время, потому что, когда есть в группе три композитора, нужно как-то раскинуть на троих. Спасибо вам. На троих. Я, кстати, на всех твоих концертах был с Сакраменто. И, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо огромное за твое творчество. Я очень тебя уважаю как талантливейшего музыканта нашего времени. Спасибо огромное за твой вклад в служение христианского творчества. Очень много людей учились играть на твоих псаломах, петь группы. Поэтому я искренне верю, 30 лет – это шикарные цифры. И пускай Господь обильно благословит не только тебя, но и твою семью, и твоих деток. Об этом мы тоже будем говорить. Спасибо большое. Следующий проект в твоей жизни – это «Брикса и Фрэнс». «Брикса и друзья». Я впервые увидел, что у тебя Африкан Американ, ты уже верующий, участвует и так дальше. Ты начинаешь тоже ездить, участвовать. Как ты так после фривея перешел в «Брикса и Фрэнс»? Ну, это был один из проектов, который мы сделали. Во-первых, я поехал, чтобы самому не петь. Потому что очень трудно когда-то выдержать два часа концерт. Поэтому «Брикса и Фрэнс» – это такой проект, когда ты выходишь, поешь и представляешь своих друзей. И там они поют. Они же тоже поют, получается. Да, они тоже поют. Поэтому вот в один из тур в 2012 году, кстати, именно вот когда Сергей ездил, Рудницкий играл на ударных инструментах, мы пригласили несколько американцев. Вот Эммануил был, Хендрид. И саксофонист Кэрри Симмс был. Это в 2008-м. А в 2012-м был Эммануил, он пел. Мы там делали какие-то каверы, делали на английском языке. Ну и в принципе сейчас такое время, в принципе люди, молодежь, даже живя в Украине, они понимают по-английски, люди слушают английскую музыку. То есть на английском языке это небольшая проблема. Наоборот, это даже программа была разношерстная. У нас были программы на русском языке, на украинском и на английском. Это было классно. Вот именно в том, что мы… И концерт был не просто «я пою, стоит Брикса и поет там все. А друзья?» Два часа. Я пою, пою, представляю, он поет. Опять я пою, оп, представляю, кто-то поет. И вот так вот этот вот микс классно. Кстати, спасибо тебе за то, что ты дал возможность многим музыкантам сыграть с тобой и спеть. Я вот, знаешь, и свадьбу веду по Америке езжу, и так. И сколько людей подходит, думаю, я музыкант, я даже с Брикса играл. Я говорю, слушай, как же это приятно, что вот человек, который состоялся, но он всегда замечал тех людей, которые еще на пути к этому или которые, ну, как в начале своего пути. Но ты им давал возможность быть рядом, петь и… Скажи, пожалуйста, спасибо за это. Скажи, пожалуйста, английский твой проект «Самборисей». Это шикарнейшая песня. Я, когда ты поешь, я просто в зале плачу. И вот честно тебе скажу, Господь так прикасается. Ты не танцуешь? Не, не умею. Я из той церкви и семьи, с которой… Ай, кто там? Вот они хлопают, думаешь, это танцует? Это ликуют. Это ликуют. Скажи, пожалуйста. Кстати, в вашей украинской Библии написано «Татантем», а в русской Библии написано «Ликами». Хорошо, хорошо. Понимаешь, если мы откроем перевод, так что, извини меня, исполняй украинское слово. Ну, мы некоторые места так аккуратненько проходим. Понимаешь? В русской ликами ликует человек. Это еще можно как-то заувалировать, сгладить. Гена, а в вашей Библии написано «Татантем». Да и видишь, надо переходить в украинскую церковь. Скажи, пожалуйста, почему только один альбом англоязычный и что это был за проект в твоей жизни? Я попробовал просто. Я попробовал и понял, что тут есть Тоби Мэг, тут есть Ньюс Бой, здесь были Диси Топ и Майкл Дабл Смит. Насколько сложно нашим славянским христианам влиться в американскую музыкальную субкультуру? Можно влиться, если ты запишешь хороший трек, и это будет фирменный трек на уровне. И у тебя будет спонсор, который даст 20 тысяч долларов, и радиостанция будет крутить его. Нет, 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 там нет, это рекорд-лейбл, это все занимается, рекорд-лейбл это делает, раскручивает. Просто тебя должны заметить рекорд-лейбл. Скажи, пожалуйста, Сережа, Игнатов, Мисая песню, почему не... Она пошла или... Нет. Почему не пошла? Ну а как она пойдет? Ну это шикарная же песня. Ну так я знаю, и сам Борисей шикарная песня. И сам Борисей, почему у вас... Ну потому что это, во-первых, ну акценты какие-то у меня... Ты думаешь за это? Ну да, песня неплохая, но это же надо как-то... Ну есть, ну это нужен какой-то коннекшн, коннекшн, я тебе скажу... С их стороны, чтобы кто-то захотел вам помочь. Ну это нужно, это все у них же не делается так вот, привет там, обнял там Гена, пойдем там кофе попьем. А как у них делается? У них это делается контракт, это рекорд лейбл должен тебя заметить, пригласить, взять тебя на работу, заключить с тобой контракт, если ты поешь. Можешь что-то поменять, перемиксовать, если им что-то не нравится. Они должны в тебе заинтересоваться, как артист, в артисте. То есть это намного сложнее? Ну конечно, это не просто так, ну как бы, ну как-то, ну тут же много сегодня, вот смотри, давай так. Вот сегодня много молодых людей, которые поют шикарно, девочки, мальчики. Да, да. По-английски шикарно поют. Особенно на свадьбах ты слышишь. Ну они не идут и никто не хочет, потому что никто песни не пишет, им не интересно. Песни же никто не пишет. Они вроде, вот где вот люди, вот которые, вот давай найдем девочку, которая 19 лет, она скажет, я I wanna be like Rich Lampa или Джеки Веласкес. Ну это христианские исполнители. Да, христианские исполнители. Я хочу писать музыку, и она двигается в этом, она любит это. Она пишет музыку, она как-то, голоса. Чем они хуже? Они же по-английски без акцента говорят, и голоса есть классные. Но это, в этом надо трудиться как-то, понимаешь? Это надо как-то ехать, показывать свои демо, чтобы тебя люди заметили, голос твой. Это бизнес, все-таки это, в Америке же смотри, радио, вот у нас программа Impact TV. Потом будет радиосвет у нас будет. Да, да, и смотри, ну не так много этого. Ну есть какие-то журналы, там в основном они там бизнес там какой-то. Ну вспомни, там радио появилось, ну когда? У нас вот когда вот приехали в Америку. Двадцать лет назад. Да, в Америку первые эмигранты приехали, ничего же славянского не было. А у американцев уже было радио, телевидение, TBN, клипы. Там Кармен певец, Майкл Даббл Смит, у них заходишь, магазины христианские были. Там диски продавали, кассеты, понимаешь? Угу. В чем прикол? А у нас же ничего не было, нам же не разрешали играть. Ты же сам говоришь, что были такие религиозные церкви, что нам не разрешали то, боем. Рубашка должна застегнута быть, там только хор, никаких барабанов, там ничего. Время же поменялось давно. Да. Сегодня машины-то все хотят крутые, мерседесы. В церкви как посмотришь, одни и Теслы стоят, и мерседесы крутые. Заходишь, и Гуччи... Аппаратура данная. Нет, заходишь в фойе, и потом ты видишь Гуччи, Шанель. А потом ты заходишь в зал, и когда начинается прославление или что... Видишь 20-летние микрофоны. Нет, не в этом дело. Я никого не хочу унизить, я ни в коем случае... Пускай люди, которые будут смотреть эту программу, не подумают, что я там как-то кощунствую или что-то. Просто говорю, все хотят хорошо жить, все хотят кушать. Все хотят масло, колбаску мазать. Но когда касается там для Бога, вот есть уже какой-то прикол. Вот они себе придумали, нарисовали вот такое служение должно быть, и больше не такое. Потому что они... Даже Джордж Дэвидюк мне говорил, Сережа, меня... Казалось, Джордж Дэвидюка, за что его гнать? Он же любимец публики. Да, да, да. Наш дорогой Джордж, которого мы все любим. Это первые кассеты были. А он сам мне говорил, Брикса, меня тоже гоняли и под дыхло давали. Понимаешь, что... Группа Sons of Day, насколько у них что-то получилось? Они записали пару альбомов и все. Женились и открыли там бизнес, наушники, там разбрелись, там семьи. В чем они хороши? У них идеальный английский, как ты говоришь. У них есть финансы. Но они до конца не пошли дальше. Ага, вот в чем. Они не пошли, да. Все-таки надо было пытаться. Ну, они твои друзья, они с тобой ездили не один тур. Конечно, я до сих пор и с Володей Владимир, певец, который женат на моей жены-племяннице. Анастейджа или кто? А? Не-не-не, племянница моей жены. Виноват. Ага, хорошо. Анастейджа – это жена Настя Виталия. А я имел в виду Влад, про певца, который поет. Спасибо тебе. Скажи, пожалуйста, между твоими альбомами, у тебя 15 музыкальных альбомов, между некоторыми есть 4-5 года перерыва. Почему? Пять лет нету. Нету 5, 4, да? Даже есть? Четыре где-то есть. Наверное, четыре есть. Почему? Ну, ты же вот сам только что сказал, я не буду называть имя, что один из наших друзей, который в вечности, в год, и ты употребил это слово, клепал по два альбома. Вот зачем ты это повторил? А ты же забыл, что у меня кличка Липки? Да, да. Штыки, штыки, ааа! Я говорил о нашем друге, который… Ну, подожди, не называй фамилию. Хорошо, как только покажешься. Ну, что он сейчас так смотрит на нас? Он два альбома в год выпускал. Ну, Гудукин когда-то продавал диски, там, на 5 долларов в паунд. Да ну. Ну, это шутка была. Это кто-то мне сказал, что… Женя, ты не обижайся на нас. Привет, давай передадим. Передавай Жене. Жене, я передаю тебе привет. Евгений Гудукин, наш хороший друг и брат. Кстати, вы с ним пересекаетесь на творческих вечерах. Он был на концерте в Сиэтле. Он был на концерте в Сиэтле. Женька, молодец. Сейчас он, кстати, снял новые песни, новый клип. Ну, это просто хохма была, что просто… Или это Лимаренко, Володька, привез и кто-то… Ну, это, наверное, какая-то просто шутка была, что, типа, почем диски? Ну, знаешь, обычно, почем? Ну, 10 долларов, 15 и вдруг, типа, 5 долларов в паунд. То есть, ты поехал домой и написал 6 альбомов, и так в сетку их закинул, и так на весы. Ты знаешь, у меня отец, он всегда покупал книги, которые церкви продавали, и я говорю, ну, зачем? Он говорит, Ген, а ты попробуй написать за 10 долларов. То есть, ты попробуй это сделать. Говорит, если напишешь… Так люди же не понимают. Не понимают. Один мне позвонился с Пакена, какой-то пассажир, и говорит, вы все в ад пойдете. Я говорю, кто? Ты, Клименко, Джордж Давидюк. И пошел перечислять. Я говорю, а за что? За то, что вы продаете диски. Ой-ой-ой. Я говорю, а кем ты работаешь? Говорит, плитку уложу. Я говорю, хорошо, давай, где ты? Приедешь ко мне, мне, свату, брату, бесплатно плитку положишь. О-о-о-о, сразу. Вот видишь, я говорю, как ты можешь так говорить? Ну, в Библии написано, я говорю, подожди, мы даром даем музыку, а вы платите за запись. Понимаешь, люди не понимают этого. То, что мы получили, мы даем даром. Мы запись продаем. Даром, смотри, если я получил от Господа песню и не записал ее, бери ее. Ну, чего ж ты не берешь? Да потому что... Да бери ее. Гена, возьми. Гена, а что ты не берешь? Я все тебе понимаю. Гена, возьми песню. Ты не берешь ее. Пока ты ее не отдашь. Да, а ее отдать надо, пойти в студию и записать. Понятно, что вживую можно сыграть. Ты забудешь, но ты же хочешь, чтобы она у тебя утром звучала, когда ты встаешь, завариваешь кофе и ставишь Сергею Бриксу пластинку. Кстати. Понимаешь? Ее надо записать. И вот за это, за студию... Вы поддерживаете, получается, руки музыкантов, которые записывают это все. Возможности даете. Потому что, когда вы участвуете в этом... Вы поддерживаете. Какая песня из твоего репертуара самым сильным образом повлияла на тебя самого, когда Бог тебе давал стихотворение или музыку? Вот какая песня из твоего репертуара? Тебя так зацепило? Я понимаю, что... Вот, наверное, вот эту, которую я пел. Только ты? Вот она как-то мне близка. Это вот мой самый любимый альбом, 96-й год, когда-нибудь. Гена, и вот именно вот эта песня. Я не знаю, почему. Только ты тут, в принципе, о моей жизни. Только ты, неизменный Господь, знаешь всей моей жизни пути. Подскажи, как дальше идти. Как дальше идти. И только ты, неизменный Господь, на кресте за меня кровь пролил. Свою любовь ты мне подарил. Понимаешь? Спасибо тебе за эту песню. То есть, как бы... Сереж, я спешу, буквально по одной минутке, если можно. Расскажи, пожалуйста, Господь тебе благословил шикарную супругой, Ириной. Она тебя из Господа привела, она и замуж за тебя вышла, она тебе и сыновей родила, она участвует в организации твоих творческих проектов, она даже помогала тебе в записи видеоклипов, она тебя очень сильно поддерживает и очень сильно любит. Это все все люди видят и знают, те, которые вас видели. В чем секрет счастливой жизни и какая она, Ирина Брикс? Скажи. Separate bedroom. Bathroom. Этот секрет, да? Нет, я шучу. Ну, смотри. Очень трудно сказать, видишь секрет. А какая она вообще у тебя? Просто она настолько влюбит и поддерживает тебя, знает то, что ты делаешь. Я когда долго не вижу жену, если я куда-то уезжаю, то у меня такой прикол. Я с ней разговариваю по телефону и говорю, заяка, а какая ты? Она говорит, никакая. Пока ты не приехал. Пока ты не приехал, никакая. Ну, у меня жена, понимаешь, она... Это такой уникальный человек. Во-первых, я не побоюсь сказать, она моя муза. Она очень талантливая, кстати. Она очень талантливая, и она поняла, что она вышла замуж за талантливого человека, и она не мешает, она наоборот поддерживает. И если бы не она, я бы не состоялся ни капельки. Потому что, как бы, я не то, что, как бы, мой характер такой, ну, я не знаю, я как бы сам, я же сам себя тоже понимаю, что я человек прежде всего. И написано в Библии, все согрешили, лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Мы все люди. И я очень благодарен Богу за мою жену, потому что я сильно влюбился в нее. Она меня привела к Богу. Она мать моих детей. Я люблю. Мы прожили 32 года вместе. Поздравляем. 32 года. Красивые цифры. В этом году будет 33. Еще раз поздравляю. Пускай будет больше и больше. У тебя три сына. Если можно очень коротко, за каждого из них расскажи. Ну, Марк, Даник, Дан и Эрик. У меня три сына. Они уже большие. Марк живет в Орегоне. И Даник, они там, как бы, работают. Не захотели ехать со мной. Младший сын с нами поехал. Ему тоже уже 24 года. Марк, музыкант, барабанщик. У детей у всех есть таланты. Просто не все не захотели. У меня такой принцип. Ты пианист, да? Эрик на пианино играл, но сейчас, как бы, работает, уже не занимается пиано. И Даник играл на гитаре, тоже бросил все. Единственное, у меня единственный один, это старший сын Марк. Он играет в двух церквях, там служит на ударных инструментах прославления. И со мной играет, и многие другие группы приглашают его. Вот мой Маркуша сынок. Ну, ты им передай привет. Спасибо, что они... Ну, вот он на концерте играл. Да, Марка я видел, да. И пусть не скажет, что с такой фамилией инкромничать нельзя. Пусть продвигается. Знаешь, Гена, мой принцип, я никогда там не приду. Вот ты должен быть как папа там. Ну, то есть я хочу, чтобы они сами выбирали, кем они хотят быть. Потому что, ну, здесь такая ситуация, что, ну, как бы, музыканты очень сложно. Ну, я приду, скажу. Во-первых, это должно у тебя внутри passion родиться, что ты хочешь этим заниматься. Это очень сложно. Потому что заработать и прожить, и быть успешным музыкантом, это очень трудно. Особенно в Америке здесь такой competition конкретный, понимаешь? И здесь это отчасти. Видишь, у меня получилось так, что это и бизнес, можно сказать, служение, и вся моя жизнь, музыка. Это как бы вот все в одном. Это не просто вот бизнес. Ну, какой это бизнес? Это служение. Я же не пою за деньги. Кстати, ты записываешь альбомы и бесплатно вылазиваешь в интернет. Люди могут скачивать. Но я же не пою везде за деньги. Если мне скажут, вот надо спеть для деток и для инвалидов. Ну, что, я с них буду деньги брать? Сереж, давай я тебя подкорректирую. Ты говоришь, это мой бизнес. То есть, в сущности, ты живешь за деньги, которыми тебя благословляют. Да, я говорю, отчасти это бизнес, бизнес переводится дело. Дело. А, вот оно что. Бизнес это дело, смотри, отчасти это, ну смотри, я тебе объясняю. Есть люди поют, но при этом работают на другой работе. Так я тебе рассказывал, доктором, хирургом работает, в том раз, халат снял, и он уже музыкантом. Вечером в клубе играет там. Или в церкви. Да, не важно. А у меня музыка 247. Это моя, я говорю, и работа, и мое служение, и моя жизнь. Вот музыка, которую дал мне Господь, это как бы все мое. Я живу вот этой музыкой, которая дает мне прославлять Бога, и Бог меня питает от этого. От того, что я пою для Него уже с этой минуты, когда я уверовал, я уже не пою про колбасу, про траву. Я пою ему, пою о каких-то социальных проблемах, понимаешь? О войне, о любви, против наркотиков, против насилия. Прославляю Господа, понимаешь? При этом как бы и Бог дает мне там, где-то я там, где-то бывает, там поддержат, там благословят. Где-то тебя приглашают на какие-то ивенты, то есть какие-то вечера, какие-то свадьбы приглашают. Но ты же еще и продюсер, ты же еще работаешь судьей звукозаписи. Да, вот, вот что сейчас. Продюсирование, в чем особенность этой работы? Потому что, я знаю, что, Анастасия Пола, ты много помогал, записывал два по альбому или сколько? Или просто какие-то проекты делал? Я записал альбом первый, продюсировал, и несколько, наверное, может, одну или две там какие-то новые. С нового альбома. Потом Александр Патлис с тобой работал. Последняя вот песня, сейчас выйдет скоро клип у Саши Патлиса. Мы вместе сделали песню его. И сейчас еще работаем. Роман Ващук. Роман Ващук. Айдрес, Лариса, потом, если еще кого-то вспомню. Мне так важно, друзья, всех мы не можем вспомнить. Ну, да, оно же как бы начинается. Продюсер это... Можно я спрошу, вот когда ты начинал, ты же тоже, вот когда еще не был известным 30 лет назад, нужны были... А что, я известно? Да. Нужны ли были те люди, или нуждался ли ты, чтобы тебе помогали? Или это как тогда, так и сейчас, сам каждый сам за себя? Или все-таки нужен продюсер? Чтобы тот человек, который... Конечно, нужен продюсер. Смотри, когда Господь дает... У меня же в некоторых альбомах не везде я играю сам. Допустим, какие-то басы прописывали другие люди, там скрипки, еще что-то. Кто-то на барабанах играл, кто-то на гитаре. Так, я же не могу... Хотя я мультиинструменталист. Сейчас, как бы, у меня уже моя работа, что я вот... Продюсер, это который одевает голую песню в одежду. Да. Вот песня, она просто нету. И мы ей там прикрепляем бас-гитара, гитара, клавиши, там хор. А продюсер, ты видишь весь этот проект? Да, нет, продюсер только музыкальный. Хорошо. Некоторые люди путают слово. Продюсер, это тот, который раскручивает. Нет, это менеджер или директор. Или там, короче, спонсор какой-то, меценат. Так, продюсер, это кто за продукт отвечает? Вот, допустим, Эпл, Стив Джабс. Да. Он изготовил этот самый, допустим, или там Илон Маск, Тесла. Приносят песню. Настя Пола приносит песню, говорит, вот так. Я говорю, давай вот такой аккорд, давай. Она приносит идею. А я потом сажусь в студию и начинаю, там барабаны, там клавиши записываю. Вот это называется продюсер. Он продюсирует песню. Продюсер, это слово продукт. Потом другой человек делает микс, потом делается мастеринг. И когда готов альбом, она отдает на тиражирование, на капи. Капи. И она копирует, делает диски, и потом, пожалуйста, продавай. Или едь на концерт, как... Спасибо. Но можно к тебе обращаться, да, получается, по этому вопросу? Конечно. Обращайтесь ко мне. У Гены возьмется телефон. Тебя легко найти в социальных сетях? Да, у меня легко найти Брикса, Инстаграм, да. Или Bricksa.com, мой веб-сайт, Bricksa.com. И с тобой можно сотрудничать? Да, там можно написать. Я делаю аранжировки. Я пишу песни сегодня. Потому что уже как бы меньше я стал ездить, как певец. Ну, как-то, я не знаю, сейчас как-то немножко такая волна другая пошла. Сейчас как-то вот молодежь пошла, ну, по-другому. Сейчас больше такое прославление воршипы. Они как бы в собственном соку варятся там, как бы. Мы уже как бы такие, Патлис уже, Брикса, это уже такие, как бы, чуть-чуть старперы. Такие, чуть-чуть так назад отходим. Но без вас, без нас, вернее, вам никуда. Ну, вы же, смотрите, вы же не просто делаете шаг назад, вы же других вперед пускаете, еще и помогаете. Конечно, но наша же задача дать молодежи, и мало того, что не то, что им дать что-то, а научить, и наоборот, вдохновить, благословить, чтобы поддержать, как отцами быть в творчестве, в музыкальном. Спасибо вам за это. Кстати, признаюсь, это одна из главных причин, почему вы сейчас живете в Джексонвилл Фарида, потому что ты работаешь в одной из самых лучших студий славянских в Америке. Это так, да, это Руслан Явный, это мой друг, у которого студия, такая очень хорошая, аналоговая студия, там стоит хороший пульт аналоговый. Но, опять же, все зависит от клиентов, кто приезжает, там разные какие-то певцы, с церквей записываются, как бы, пока вот Саша Патлис был, приезжал. Ну, да, как-то вот. Спасибо тебе за это, и пусть друзья обращаются. У меня еще буквально немного осталось вопросов, но и так спешу задать. 30 лет в музыкальном служении, если бы бывало возможно сделать больше, то что для этого тебе не хватало? Все-таки продюсера или людей, или финансов? Что тебе не хватало сделать больше? За все, смотри, Библия так говорит, за все отвечает. Серебро. То есть, финансовое... Вот если бы у меня были бабки, много... Ну, зачем ты так говоришь? Говорит, денежки. Денежки. Хорошо. Было, что бы ты изменил, что бы ты добавил? Да я бы просто делал бы туры. Ты понимаешь, вот эти пять концертов, которые я сделал... Это слишком много для Америки. Десять тысяч долларов ушло только на музыкантов. На зарплаты музыкантам и звукорежиссерам. А нельзя было им хотя бы для тебя поволонтерить, чтобы... Нет, а как? А почему он должен бросать маленькую дочку или двоих маленьких детей, ехать с Бриксой, стоять, играть где-то? За котлету какую-то или за что? Ген, ну это же профессиональные музыканты. Андрей Чмут. Очень хороший саксофонист. Мой сын. Никита Наконечный. Гитарист. Володя играл, там, и еще там, звукорежиссер, там. Все-таки финансы. Ну, конечно, финансы, потому что финансы, они могут... Ты не зависишь, ты же не пришел в церковь. А во-первых, давай начнем с того, что когда я прихожу в церковь и хочу сыграть концерт, мне заряжают аренду зала. О-о-о. Я могу на телевидении сейчас сказать цифры. Я просто не буду этого говорить. Не говоришь, какая церковь, но... Нет, я могу сказать, какая церковь, но... Эти люди, наверное, на меня обидятся. Хорошо, не будем говорить. Одна церковь зарядила мне 6 тысяч долларов. За аренду зала. За аренду зала. Другая церковь мне зарядила 5 тысяч долларов. Прикинь. Чтобы Брикса сыграл концерт. Понимаешь? Так я говорю, лучше вот в этом вот в зале тогда. Мы с Федей договоримся и... Ну, конечно же, сегодня это все превращается уже в бизнес. И они говорят, нам же надо платить там вот это свет. За свет, за свет. А при чем тут свет? А вам платить не надо за то, что мы живые организмы, и мы прославляем Бога. Не эти лампочки прославляют Бога. Хорошо, возьми, пожалуйста, гитару. Не возьму. Уже? Да я шучу. Гена, не мучай меня. В чем тебя? Не мучай меня. Друзья, дело в том, что Сергей очень насыщенный график. Царь, не велика с них. И он уже участвовал несколько дней в разных церковных мероприятиях. И сегодня уже... А, ну да, я, кстати, устал. У меня, кстати, по времени. Но я же не высыпаюсь, потому что 3 часа разница. Ну, и сукей. И плюс к нему, это уже третье твое мероприятие. Поэтому, естественно... В чем тебе смысл и счастье в твоей жизни? В чем? Еще раз скажи, пожалуйста. В чем смысл и счастье в твоей жизни? В чем? Чтобы жить? Ну, как смысл? И творить. Ну, творчество это как бы... Я не знаю, Гена, это такой вопрос немножко такой. В чем смысл жизни? Ну, смотри, вообще это глобальный вопрос. Смысл жизни в том, что жить. Прожить жизнь достойно. Достойно. Играй, у нас 30 секунд. Этого достаточно. Уважаемые друзья, мы искренне рады. Сергей Брикса сегодня для вас вживую. Любитель друг друга Любовь жива Она в нашем сердце В начале была И прежде чем горы И солнце, и свет Любовь написала Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok